Самый страшный момент, ты приходишь к морю, это просто жуть какая-то. Проход к морю, ух ты еб! Мы видим такую нелицеприятную картинку в джимоте. Чтобы перейти, надо развиваться и босиком форсировать наше джимоте. Вау, вообще просто все утонуло. Доброе утро, дорогие друзья! Есть и хорошие, и плохие новости. Она по сегодня ночью топила, к большому сожалению. Но сейчас ситуация уже получше. Сегодня самое страшное, это был именно гром, который ночью в 5.20 утра разбудил весь город. Такое ощущение, как будто артиллерия работала где-то в городе. Есть с чем сравнивать, очень было похоже. А потом ливни, потоки и люди с трудом добирались с утра до своих мест. Я машину решил поберечь, подождал, когда немножечко вода ушла. И предлагаю вам сейчас прокатиться по нашей любимой Анапе и посмотреть вообще, что здесь происходит. На часах у нас 9 утра, 51 минута и 11 градусов тепла. Пришло потепление. Сегодня должно быть до 14. Выглядит все вот так вот. Опять пошел небольшой дождик. За сегодняшние 4-5 часов выпала суточная норма осадков в Анапе. Допустим, времена года мы выезжаем здесь сухо. Все из-за того, что у нас в принципе дождей не было давно, таких обильных и больших. И вода уходит в грунт. Здесь при выезде на Анапское шоссе, как всегда, подтопление. Знаете, сколько воды. Машины притормаживают. Ливневые системы залиты полностью со всех сторон. Тут глубина выше моего роста, чтобы понимали обстановочку. Ну, вот такой формат вылезда у нас. Здесь поставили работу ремонтную на дороге. Посмотрите, как все затопило. Здесь традиционно на повороте на улицу Шевченко есть небольшие потоки воды. Но не сказать, что они вообще критичны. Обычно бывает даже гораздо больше. В принципе, двигаясь по Шевченко, вижу, что обстановочка уже нормализована. Даже в самых низких местах, в принципе, все хорошо. Вот видите, там по тротуару никаких скоплений воды нет. То есть, вода уже вся сошла. Вот пересечение с улицы Красноармейской. Смотрите, здесь сколько воды. То есть, получается, вода основная пришла в город из субцеха. И пересечение с Гребенской. Та же самая ситуация. Бежит река в сторону моря. Гребенская. Лужи имеются, но чего-то такого сверхглобального особо нет. Это горького в сторону у нас театральной площади. Хотя потоки бегут. Я представляю, что здесь было. Посмотрите, сколько листьев на вот этих вот опорах, которые несли. Вы, кстати, видели, что в воду откачиваются двора. Сюда также на Гребенскую. В общем, потоки здесь пришли сильные. Я так понимаю, что перед пляжем тоже все затоплено. По-сухому не пробраться. Вот, и хорошо, у кого закрытая обувь. С той, с той стороны мы видим везде вода, вода. И аромат, конечно, стоит такой канализационный. И говнофонтаны, которые бьют. Из люков, люков, видите, подняло. Как всегда, ливневая система рядышком забита уже листьями. А аромат, конечно, стоит соответственный. Виды просто печальные. Здесь хоть водичка и бежит в ливневый сток, но от этого нам не легче, повторяя это все, сбегает в реку. С этой стороны у нас также бьет гейзер с неприятными отходами жизнедеятельности. И, как всегда, здесь плитка покрывается этими черными иловыми скоплениями. То есть это все канализация, это не ливневые стоки. И так же все бежит сюда, вот в этот сток, а далее поворачивает в ту сторону и попадает в реку Анапка. Подтоплена территория санатория Анапа. Хорошо, что для людей, в принципе, сделано нормально. Маломобильных наших граждан не могут проезжать и отдыхать на территории. Хотя с таким образом так себе отдых. Как раз таки река Анапка, один из нее притоков. И можете увидеть, как это все здесь бежит. То, о чем я вам говорил. Ну, а дальше в море. Такая вот некрасота. Самый страшный момент. Ты приходишь к морю, а море уже пришло к тебе. Возмущение и непонятие вообще, как теперь добираться. Ладно, летом мы в шлепанцах прошли. Сейчас же сделать, я думаю, что вообще невозможно, в принципе, набраться до центрального пляжа. Пляж написано там, да? Давай, доплыви до пляжа в Анапе. Офигеть. То есть везде вода, вода. Все затоплено, дорогие друзья. Такая печальная обстановочка, конечно. Вот эти потоки принесли огромное количество воды. Лучше бы летом этот дождь шел, потому что летом это не так критично. У нас работают службы. Там я вижу, что у нас размыло пляж. Знаете, что больше всего не радует? То, что проходит уже, ну, столько лет уже с новой администрацией, и ничего не меняется. Проходит дождь, и везде звездец. Про ливни у системы, честно, нигде вообще не говорят. Если очистные обещают нам какие-то соцобъекты, то про очистные системы, ну, как потопы кончились, так о них и забыли. Вот, возьмите аквапарк, зарабатывают бабки, и каждый год что-то делают, чтобы улучшать, либо как бы изменять обстановку. У нас почему-то ничего не делали. Вот так и живем. Здесь можем увидеть, что последствия уже пытаются устранять. Потому что потоки посмывали, часть тела пляжа, и хотелось бы, чтобы в дальнейшем уже становилось все гораздо лучше. Да и да, бля. То есть потмелые домики, которые здесь стоят, и, в принципе, здесь образовалась настоящая река. Приехали, смотрят. Самое главное, что наша зона отдыха не пострадала. Частые потопы. Вот на пляже перед администрацией решили этот вопрос так, что выложили бетонные лотки, которые засыпают, но в которые потом приходит вода. Сейчас же здесь колоссальные разрушения. Опять придется заводить песок. Но вопрос в том, не придет ли опять сильнейший ливень. Можете увидеть, как это страшно смотрится в данный момент времени. Здесь у нас начали готовить уже, видите, на Бак Новому Году, выставлять объекты, и пришла большая вода. Смотрится, конечно, очень-очень-очень неприятно, что настолько пострадал наш пляж. Но не переживайте, восстановят уже не в первый раз. Единственное, хотелось, что, может быть, нашли уже какую-то панацею от этого, либо отводить воду в сторону специально в какой-то лоток, либо здесь его проложить. Потому что постоянно приходишь на пляж, и сердце болит, когда ты видишь такие вот разрушения. Да, в сторону речки Анапки у нас очень много мусора. Повыбрасывал на береговой линии, ведь это в основном виски, потому что все принесло в море. Там у нас в завеке Анапки вообще прям такие залежи. Но по-остановому побережье, в принципе, все не так уж и страшно. Все хорошо. У нас всего лишь, не знаю, как там сухой, если вдруг вы там находитесь, присылайте видео оттуда с пляжей. Ну и вот весь мусор, который повыкидывал, море возвращает сразу же на берег. Потому что, говорит, нам этого не надо, добра. Это в основном листья, трава, ветки разные. То есть все то, что принесла большая вода из города. На замиранием сердца иду в сторону пляжа перед администрацией. Здесь я вижу тоже огромное количество вот этих вот водорослей. Травы в основном, наверное, и всякого мусора, который повыбрасывал в море, а потом его прибил обратно. Хочется верить, что в этот раз там ничего не произошло. Вот для администрации. Люди что-то собирают на берегу с своими детьми. Как говорится, тут каждому свое. Пиракушки 100% повыбрасывали. Но вот видите, вижу, что все-таки пострадал пляж. Немножко не доходя пляж, здесь видим, что тоже были потоки, но они тело пляжа не размыли. Поэтому они нам не страшны абсолютно. В некоторых местах еще и продолжают они сбегать в море. Вот напротив аквапарта тут душ-туалет и водичка бежит в ту сторону. Слушайте, здесь вообще прям залежи, целые горы. Будем верить, что сейчас отработают, все быстренько ликвидируют, уберут. И это не доставит неудобства как жителям, так и гостям курорта. По крайней мере, в это очень хочется верить. Как же картинка мельцеприятная. Пластик разнообразный, бутылки. Ну вот то, о чем я говорил, ребята. Здесь проложили лоточки, и пляж сильно не размывало до сегодняшнего дня. Видать, потоки были здесь гораздо мощнее в этот раз. И посмотрите, это просто жуть какая-то. Как размыло в прошлые потопы, которые были у нас перед, или даже в сезон, немножко. Все выдерживало. Где же сейчас опять пришло очень много воды. Ну, месячная норма за 4 часа, что хотеть. И размыло опять наш Анапский пляж. К большому сожалению, выглядят поврежденные коммуникации. И упавшие плиты. Здесь надо на всю ширину этой улицы ставить лоток, либо несколько лотков. Гораздо более радостная картина. Мы видим, что вода была, конечно, но ливневая система, которая здесь была установлена, с ней справилась и уже воду полностью откачала. Если кто-то был рано утром на центральной набережной, обязательно присылайте видео, как это выглядело. Но меня это безусловно радует, потому что такая картинка гораздо более приятна. Если бы не одно маленькое, но здесь все равно была вода. Потоки ее были очень большими. И здесь, конечно же, не справлялась сразу же ливневая система, чтобы забирать все. Поэтому вода переливалась через этот бугорок и смывала наши пляжики. И в этом месте. Посмотрите, какой трэш. Как это выглядит все. Ну, очень-очень приятно. Надо ставить ограждение, чтобы никто не пострадал. Потому что люди могут идти, смотреть на море и по привычке, как говорится, шагнуть туда вниз. Но не так сильно страшно, как это было в сильные потопы. Потому что, в принципе, тогда здесь просто был кратер. Сейчас это выглядит более, так сказать, приятно. Смыло все-таки пляж. Ведь там ребята пытались, ливню в систему ставили. Но в пиковый на русский она не справляется. Значит, надо что-то еще менять, улучшать. Ну, приглашать людей, которые еще, в принципе, профессионально занимаются водоотведением, чтобы убрать эту проблему. Все-таки. Потому что в этом еще, ладно, межсезонье происходит. То есть, ну, берут, ликвидируют. Пострадают все равно люди, морально, в том, что будут видеть эти разрушения. У нас и так по всему городу везде стройки. Ни на один соцобъект не пройти. Были единственным местом, кажется, отдушиной пляжа. Имею в виду не соцобъект, а вот, допустим, не. Театральная площадь закрыта. Идет строительство. Парк Ореховая роща закрыта. Идет строительство. Здесь гуляй по пляжам души. Но теперь ходи души, во-первых, амбре, которое принесло нам это все. Но это ненадолго. Море быстро все перерабатывает, как говорится, и уничтожает. Так и вот здесь такая вот тема, кстати. Кому-то на работу давали, говорят, греби песок. А он взял эти грабли, закопал. Ну, вот эти грабли нашлись. Жуткая картина. Здесь с левой стороны тоже разрушение, большому сожалению. Также голенные все коммуникации. Хотя ставили, видите, здесь вот такой вот запор от воды. Но он тоже не помог. Единственная радость, что, конечно, набережная выдержала. И все здесь хорошо. Здесь благодаря камерам купол, которые устанавливаются на пляжике, можно прям не выходя из офисов наблюдать вообще обстановку текущую в городе. Это тоже, кстати, очень классно. Если на местах кто-то говорит, что у нас все хорошо, то, ну, нет. Ну, и далее здесь по пляжу куча трупов крабов. Перемешку с разным мусором. Перчатки, пакеты, пластик. Ну, крабов что-то очень много погибших. То ли они в такой воде не выживают, то ли еще какие-то моменты. Это центральный пляж. Шприцы валяются. Чего здесь только нет. Ну, ракушки, само собой, можно пособирать. Смотрите, еще один шприц. Или что-то это прям пугает. Может, еще один шприц. Охренеть. Я просто в шоке, ребята. Столько много прям в одном месте. Это грустинка и печалька. В общем, даже не знаю, чей это мусор от к нам приплыл. Ну, вот такие залежи здесь есть. Какой-то купальный костюм. Мы потеряли что-то. Ботинки, голуби. Еще это все едят. Потом разносят всю эту заразу. Фу, уйдите отсюда. Ну, крабов действительно много. Просто идут тут, там, тут, там. Лежит крабик. Бедные, пострадавшие. Хоть больше шприцов не попадают. Но три подряд это невероятно много. Мы подошли уже к началу каменных пляжей города Анапы. Здесь тоже был еще один поток. Который подмывал. Все это и размывал. Ну, собственно, мусор. Он никуда и не денется. Будет находиться пока здесь. Пока за ним не придут и у них берут. Банок из-под пива еще много. Вот, кстати, еще один шприц. Пожалуйста, он лежит. То есть можно и еще один. Устраивать лечебницу какую-то. Стерилизовать их и сэкономить. С этой стороны можете посмотреть. Ну, не так сильно подмыло, как там. Но тоже есть разрушение тела пляжа. Жуткая картина на самом деле. Хотя море состоишь немножко так задумался. Отправлял видео в Телеграмм. Нашка, которая призывалась подписаться. Море волос либо Юрий Озаровский. Там выходит все гораздо быстрее. Но там картинка была совершенно другая в голове. Такой тишина, спокойствие, умиротворение. Улетаешь от этого всего. Несмотря, конечно, на такую погоду. Унапские неравнодушные жители подкармливают котиков. Так вот. Говорится, дождь дождем. А обед у котиков по расписанию. Я абсолютно благодарен. Все людям, которые с добрым сердцем их кормят. Я помню, как мы начинали эту акцию. В Анапе на набережной. Теперь таких людей. Кормяющих кисть. Ну, не хочешь дома держать. Держи. В Анапе на улице. И вот даже девушка звала его по имени. И он за ней бежал. Сейчас я вам предлагаю отправиться на Пионерский проспект в Джимоте. Посмотрим, как обстановочка там. Надеюсь, что там получше. И вот посмотрите, ребята. Пустой ливневый сток. То есть подготовлено было к воде большой. Молодцы собственники, кто здесь занимался. Помню, это хозяева оленей. Кто-то еще. То есть я просто общался только с ними. И вот так вот должна выглядеть вся ливневая система в Анапе. Журчать и быть свободной от воды. И тогда будет все у нас хорошо. Здесь люди из своих магазинов выгоняют воду. Потому что она зашла и к ним. Прямо в абсолютно всех магазинах люди со швабрами работают над осушением. Но это именно правая сторона. Это часть. С левой стороны вроде бы у всех все сухо. Им повезло. А здесь вроде бы как и ливневой системе заботились. И даже есть платок для водоотвода. Вот видите. В каждом магазине собирают воду. Как откачивают воду в Анапе? Новые технологии. Вот видите. Это место было потоплено. Сейчас все разгоняют. И она частично улетает туда через тот потоп. Частично, наверное, уходит в ливневую систему, которая забита. Ну, конечно, лезть туда. Чистить ее, наверное, сейчас вообще без вариантов. Но такое, кстати, раньше никогда не видел. Но смотрится как бы интересно. Как вам новые технологии из Анапы? Мастерство тракториста должно быть прям, ну, очень большое. Потому что надо и не сломать саму набережную. Так он. Да-да-да-да-да. И пошла туда вода. Ну, а здесь этот гейзер, гейзер, продолжает бить. Общий уровень воды ведь испадает. Хорошо, что прогноз пока на дожди не сбывается. Но теперь его более четко видно. Жуткая, да, картинка? Булгер Кинг, ребятки, пострадал. Тоже он, девушки с мальчиками пытаются исправить ситуацию. Еще перевернуло зонтик. Вот, видите, откачка. Был один шланг, уже два шланга. Со дворов вон опекачают. Уезжаем на Пионерский проспект. И здесь в районе нового перекрестка, который построили с левой стороны. Здесь просто затопление. Река Пионерский проспект. Остановка будет, да, следующей лодочной станции. У нас все опять разрыли. И прокладывают новые коммуникации. Ну, не в сезон, молодцы. Тут, смотрите, шланги тоже откачиваются. Территория за этим забором, значит, ведутся строительные работы и качают сюда. Вот, это бывшая ракета. Интересно, во что превратится детский лагерь? Как думаете? Пишите ваше мнение. Потому что нет паспорта объекта никакого здесь. Он что-то строит. Очень интересно, на самом-то деле, а что будет на месте детского лагеря? Прям я сейчас задумался. Потому что о строительстве новых детских лагерей я не слышал. Только новые отели, all inclusive и так далее. Обещали, что детские земли не уйдут никуда. Белая дорожка подтоплена по левой стороне. Особо не проехать. Мы подъезжаем к очередной луже. Ну, честно, в основном Пионерский проспект сухой. Только в некоторых местах пока подтопление. Глобального такого ничего нету, как на центральном пляже. Во времена Советского Союза копали ямы. Немножко-таки ответвления в сторону. И вглубь ставили решетки. Туда вода уходил. Проезд тополины. Там все сухо. Это возле МВД Юность. Руководителя которого признали в мошенничестве. Что он там мертвые души на принимал, зарабатывал деньги. А сегодня сообщили, что он застрелился. Ух ты! Здесь Аллада. Смотрите, как затопило. Вот это жуткие моменты. То есть, этот мне потоп начинает напоминать то, что было у нас во времена Великого потопа. Машины пытаются проезжать. Но здесь, как обычно, очень много воды. Картинка, конечно, не совсем приятная. Но реальная. Тоже ничего не делается. Только здесь постоянно что-то копают. А сделать ливневую систему не судьба. Это джематинский проезд. Мы с вами сейчас видим. Тоже есть чуть-чуть воды там, но не сказать, что глобально что-то. Очередная вода у нас стоит. Безмейный отель Альфа на Пионерском проспекте. С правой стороны столовая Рай. Появляется, кстати, ветер. Потихонечку начинает приходить. Сегодня прогнозы должен быть выше 10 метров. Но что-то пока тишина. Зима скоро. Зеленые деревья. Даже березы еще листья свои не скинули. Поворачиваем на Уральский проезд. Здесь тоже можно сказать, что все стабильно. Но пешком пройти будет сложно. Люди здесь мастерят вот так вот под над забором камушки. Иначе с мокрыми ногами. Вот он, пипец, ребята. Как говорится, все как всегда. Джематэ затопило улицу Виноградную. Заходит вода во дворы. Мы пытаемся заплыть. Вот такая жуть. Туда у нас проход к морю. Ох ты еба. Смотрите, что здесь происходит. Жалко людей, кто тут захочет пешочком пройти. Видите, тротуар ходит под воду. Но водичка чистая. Единственное, что радует. Такая картина. Совершенно неприглядная и неприятная. Думаю, для всех тех, кто захочет у нас тут побывать. Тоже, что проехала машина. У меня прям качает на волнах. Жесть, ребята. Это просто... Помедленнее не ехал. Вот машина пролетела, конечно. Но жалко вообще людей, что у них опять во дворы пришла вода. Ну, в общем, ничего не изменилось. Джематэ утонуло. Все точно так же, как и было в прошлые разы. И очень жалко людей, кто опять страдает от разглой стихии. Здесь, видите, подняли бетончик. И туда водичка особо не пошла на уральские самоцветы. Здесь полностью весь проезд опять утонул вплоть до моря. Это улица Морская. Да, друзья, такие кадры запоминаются на долгие года. Туда, в сторону уральского проезда, улица Виноградная. И здесь у нас улица Морская. Смотришь и не веришь, что мы вернулись в прошлое. Ну, как же так? Почему она опять все повторяется? Бедные люди. Вот это, кажется, проведена работа. Проложили только асфальты. На этом все. Ну, сапоги наши все. Забывайте, как говорится, в Анапе, что такое модная обувь. Я вижу, что вода как бы особо никуда не уходит. Потому что тут и некуда уходить. Просто яма. То есть, она, получается, должна здесь высохнуть. Если не высохнет, то люди будут плавать. Потому что здесь близко море, грунтовой воды. Высоко и довольно-таки низкая точка. Глубоко становится. Надо выплывать с этого места. Вот насколько обидно, что все остается на том же месте. Большому сожалению. Хотелось бы, чтобы все менялось. Но нет. Сейчас только что видел, что приехала скорая медицинская помощь. Сюда, на машине. В этом тоже приходится постараться. Ну, а дальше дюны барханы. Ничего не пропускают уже в сторону моря. Раньше их разрыли, чтобы спустить воду. А сейчас тут вот такой просто трэш. Жесть. Вот это раньше строились. Видите, сейчас это понимаешь. Пытается снести этот дом. Потому что прошлый потоп он утонул. И сейчас становится только хуже. Здесь забор снесли. Офигеть. Там вообще, наверное, по пояс воды будет. Вот так вот живет джемоте. Постепенно усиливается ветер. Повыше подняться, чтобы более объективную картину вам дать. Как-то сейчас выглядит. Видите, сколько песка сюда принесло. Все засыпало. Ну, и в воде больше некуда деваться. Потому что дальше только гора и море. Смотрю, что Витязио поливает гораздо сильнее. Можно увидеть, что там все равно гуляют люди по берегу моря. Ветер, кстати, пришел. Но не тот еще, который нужен. Море волнуется. Тоже еще не сильно. Ну, вовнишка симпатичная. Море, море, морюшка, привет. Море у нас 15 градусов. Воздух сегодня пока еще 11. Будем ждать, что подымется. Он должен разогнаться до температуры моря. Поплыли до первого проезда. Посмотрим, как там выглядит. Мне уже в телеге прислали фотки о том, что печально. И в тех местах здесь же пока можно проехать. Это радует. Это улица Виноградная. Если где-то отдыхали в этих отелях, обязательно пишите ваши отзывы. Как вам, ребята? Тут было. Кстати, вот этот отель у нас есть на обзоре. Вот Джимотэ. Также на канале в разделе отели. Она поедет, Джимотэ. Глядите, если вдруг интересует. Морешка рядом здесь. В принципе, должно быть все хорошо. Вплываем. Так сказать, в Джимотэ первый проезд. Тут действительно как бы грусть и печаль. Подтопление имеет место быть. Как обидно все это наблюдать. Хочется, чтобы все уже было сухо. Помню, как здесь губернатор с мэром плавали. Потом мы с ним, нашим градоначальником, расчищали вот этот проход туда, к морю. От Джимотэ. А, в большом сожалению, здесь злостный пипец просто происходит. Все затопило. Бедный мужик. Люди, которые двигаются с юбилейного тупика. Тоже крайне жалко. Слушайте, ну сюда прям очень сложно ехать. Будьте аккуратны. Потому что вот здесь действительно много. Устаняем ее выше бордюров. Сейчас посмотрим, судясь. Вот такой вот лайк администрации, которая пообещала, что все проблемы будут решены с потопами. Мы видим такую нелицеприятную картинку в Джимотэ. Это юбилейный и первый проезд. Юбилейный тупик в ту сторону. Можете посмотреть, если бы на тротуаре. А здесь глубина будет где-то по колено. Здесь не больше, что сантиметров 40-50 воды стоит. То есть в ту сторону моря вода не уходит. И здесь никуда не уходит. Что с этим делать и как быть? Ну, наверное, надо было водоотводные каналы проводить и воду уводить. Потому что на те же самые грабли наступать, ну это как-то просто неправильно. Тем более были заявлены средства о том, что выделялись там на решение проблемы. Действительно, переложили асфальт и все. Ни одного ливневого лотка. То есть как было, так и осталось. А здесь плавал губернатор. Ему надо повторить этот момент. И тогда, я думаю, здесь бы все изменилось. По крайней мере, на этом можно было бы надеяться. Сейчас мы видим, ну просто жуткую картину. Тут даже по-сухому не перейти. Я как знал, сапоги одел сегодня. И во дворах стоит вода. Ну а здесь самая высокая точка. То есть вода сюда не уйдет ни при каких условиях. Обидно такую картину наблюдать, конечно. Такое количество воды вас ждет, если приедете в джемоте. Видите, по правой стороне пытается максимально прижиматься. Ну, проходит тоже. Там вот мужчина корячится, чтобы ноги не замучить. Супермен. Дедушка седает. Ну, вот так и живем мы в 21 веке. В курортном поселочке Анапа. Не могу городом назвать, потому что это какой-то просто пэпэц. Так выглядит первый проезд пляж сейчас. Ветер усиливается. Здесь зона отдыха. Дюны наши. В общем, все, что вы знаете. И здравствуй еще раз морюшко. Мне интересно посмотреть, конечно, что происходит в Витязево. В той стороне. Кайтер уже потихонечку собирается выдвигаться на пляже. Но я сегодня буду ждать ветра посильнее. В прошлый раз мне явно не хватило. Там люди. И в ту сторону тоже народ присутствует. Сибур-Юг. Видим жемчужную Россию. Ну, и Витязовский пирс. Очень грустным видом. Я, покидая море, сажусь в машину, еду в Витязево. Вас беру с собой. Лучший вид обуви в джимоте для прогулок. Ну, либо мужчина вот там перелазил. Теперь здесь разувается, чтобы перебраться через этот водоем. Чтобы перейти, надо разуваться и босиком форсировать наше джимоте. Жесть. Просто невероятная причем. Начнуло так. Поплыли. Это озеро Горица. Жуткая картинка. Это смех для того, чтобы не плакать, ребят, на самом деле. Больно от всего того, что мы видим с вами в какой раз подряд. И прости за машинку. Если тебе ремонтировать, тебе опять придется. Ну, поснимать надо, показать всю эту беду. Это улица Песчаная. Ну, здесь уже небольшая. Туда дальше, кстати, пока сухая. С той стороны тоже хорошо. То есть Песчаная и первый проезд, все отлично. Жаем на джимотен. И смотрим. Ну, здесь, как всегда, пешеходный переход под водой. Из этих моментов, мне кажется, что дождь как-то шел местами здесь. Ну, не сказать, что критично. Все как обычно. Здесь подтопило тоже немножко между соснами. В прошлый раз вода здесь стояла вообще по бордюре. То есть, сейчас, ну, уже просто уже ничего такого. Это у нас гостевой проезд. Ну, здесь, как бы, как обычно, подтоплено. И в ту сторону, в принципе, сухо. То есть, правая сторона, как обычно, подтоплена. Плывем уже в сторону речки Можипсин. Здесь тоже в районе Феи. Третье небольшое подтопление. И солнечно, он тоже, ну, стабильно стандартное. Стоит вода. Вот, тут продолжается у нас тотальная застройка на проезде к морю по речке Можипсин. С левой стороны воды, кстати, в ней не так уж и много. Еще есть пару метров. Посмотрим, что перед морем творится. Река, конечно, развелась довольно-таки сильно. Можете увидеть, что там сложно пробраться. Ну, и здесь практически не перебраться, чтобы пройти к берегу. И берега здесь тоже подмыло. Мы в море видим уже кайтеров. Это Дмитрий у нас. Самый отчаянный и отважный. Который катает вовсю. С левой стороны люди стоят, которые хотели бы, наверное, к морю пройти. Но сегодня у них явно это не получится. Зрелище, конечно, нелицеприятное. Когда ты видишь, как затапливает наши берега. Берега постепенно возвращается, кстати, в свое русло. Она всегда вот так прихляет, петляет. А там вообще огромное количество песка смыло с берега. Вот это да. Виды, конечно, не очень радостные. Дети, которые сегодня не в школе. И поток мощной воды. Смотрите, как подмыло берег. Для НАП это какое небывалое явление. Ну, как говорится, кому сильный страшный шторм, а кому удовольствие. Пожалуйста, человек на доске. Зовут его Дима. Катает в одиночку в море. У него опыта просто вагон и малая тележка. Очень возрастной кайтер. Такая вот ситуация. Морюшку в очередной раз привет. Вот, смотрите, как Дима на волнах выглядит. Раз, два, и пошел обратно. Вот он, порыв пришел. Ветры увидели, как его дернули. Вот кажется, так стабильно все тебя тянет. На самом-то деле там довольно-таки сложно находиться. Но ветер еще не усилился до нужды, по крайней мере, мне. Моментов для меня маловато. Это район Кавказа. Как видите, здесь тоже небольшая лужа. И тоже у нас идут работы. Это по чему-то не ставят копать ябы. Любят у нас копать. Добираемся до жемчужины России. Вроде бы здесь должно быть уже все хорошо. Высшая точка. Но нет. Здесь имеется у нас супер-река. Я же устал ее показывать. Но она у нас здесь постоянно. Самое обидное, что вот это водное препятствие, водная преграда. И вот там возле следующего столба ушедет водоотводный канал. Но в этот раз все хуже. Видите, у нас и затопило газоны слева-справа. То есть вода уже и там не уходит. Стоит полнехонько по бордюре. То есть грустинка и печалька. Заплываем в Витязево. Посмотрим, как там параллель. Интересно же. С левой стороны у нас тут началась тотальная строительство. Посмотреть, какой там котлован. Еще тут целое РБУ уже сделали. Офигеть. Что там будет, ребята? Мне прям интересно. Сейчас какой-нибудь небоскреб появится в этом месте. И мы такие все прям офигеем. Бассейн засыпан, который был тут. Помните? Настройка будет, я так понимаю, колоссальная. И Витязево встречает нас дождем. Поэтому это, конечно, не очень радует. Проезжаем возле Пятерочки. Район Котельный. Наши Витязевские будни. Я угадал, что все-таки нас поливают. Снизу у нас Мираклеон. Там город Мира находится. Его плохо. Расглядеть можно. Но это единственные, кстати, места, которые сейчас в Витязево работают. В круглогодичном режиме. Самое интересное, что температура понизилась до 7 градусов. Хотя только что было 12. Вот так вот вам пришла тучка с дождем. И зелень. Водичка, кстати, здесь ушла. Но люди пытаются преодолевать. Сегодня с утра здесь, возле Борького 63, дом 1, было у нас принято видео о том, что детей не могли вывезти в школу. Приехали, засыпали здесь щебеночку. И почистили немножко ливневку. Водичка ушла. Но хочу вам показать звездец, который здесь происходит. Видите, у нас подмывает фундамент. У нас недавно была трагедия. Брушился дом из-под подмыкого фундамента, как говорят. И здесь, возможно, произойдет то же самое. Как решили проблему? Насыпали чуть-чуть керамзит. То есть вода, которая здесь стояла, уходит туда в подвал, подмывая основание, и пятиэтажный дом с огромным количеством детей может рухнуть. Произойти ровно то же самое. Вот вам прямо здесь сейчас бежит водичка. Как раз-таки туда в подвал. Но это не решение проблемы, я считаю. Особенно, когда мы имеем уже жертвы в том моменте. Сейчас рассказали тут жители, которые проживают, что это приезжал коммунальщик. Здесь раскопки проводил, не закопал. И благодаря этим раскопкам краски происходят замытие фундамента. Это не только возле этого места. Сейчас покажут нам, где еще. Вот это все, вот, оно пошло дальше. И теперь оно вон до туда пошло сегодня. Этот асфальт, он вниз уходит, он дальше трещит. Там вообще все пусто. Да, они туда, я их заставила, я говорю, хоть туда чуть-чуть говорю, засыпьте. Пошло сюда дальше, и сегодня оно вот сюда пошло уже. Вот отсюда оно дошло, нет засыпали. А сегодня прям вообще все вот. И туда проваливаться, начало, видите, трещины. Это бетон, ребята. Там прям ямы. Это вот свежие, получается. Только привезли, только засыпали. В подвалах стоит вода, которая попадает красоке оттуда. В общем, жуткая картина. Видите, зила, выезжаем с Горького на Черноморскую. И смотрим, что здесь происходит. Тут вроде бы все хорошо. Никаких луж, подтоплений мы с вами не наблюдаем. Даже изредка люди встречаются. Посмотрим, что на параллели. У меня уже вопрос. Юра, как там параллели? Юра, что-то происходит. Ну, и вот вам ответ, ребята. На параллели у нас все просто великолепно. Никаких подтоплений. Все сухо и комфортно. Сделаю паузу, покручиваю плотно. Работает кафе Грека. Там тоже еще есть морской продукции. Разные всякошечки. На самой параллели людей практически нет. Зато вы посмотрите на этого. Ты кто? Просто парень. Красавчик в шортах лета. Красота. Едем по маршруту 128 маршруточки. Повернулись с Южного проспекта к Лок-Витязю. Посмотрите, какая красивая здесь осень. Деревья даже в желтенький цвет окрасились. Здесь на дороге валяются листики зеленые. Газончики по бокам. И такая дождливая погода просто. Романтика. Не хватает чаечка. Это с утра был кофеечек. В районе база отдыха слава. Сворачиваем направо. О, у меня заскрипели колодки. Это недобрый знак. И смотрим, что происходит у нас в районе санатория детского. Глобус. Здесь у нас вода присутствует. То есть все стабильно. Ничего не меняется. К большому сожалению. О, какие брызги в разные стороны проплыли. Перед самим глобусом довольно-таки глубоко было. Давайте съездим в эту сторону. Глянем, как выглядит у нас огромный санаторий. База отдыха. Даже база отдыха строится здесь. В этом месте будет тотальная застройка. Будет рассмотреть, что на что у вас в парик. А дальше вы уже остановитесь. И куда же вы все будете сливать свои источные воды. Это самый большой вопрос. Вот оно. Так, чтобы вам было лучше видно. Сейчас выезд сюда более-менее свободный. Писок и море на 20 отель. Подписчикам моим привет огромный. Интересное местечко. Работает ли оно в этом сезоне или нет, непонятно. И вот тут, где выезд на упаковочку был, все затопило водичкой. Ну, а туда проход к морю. Вот, видите, си. Вот тут белокаменный отель я снимал. Тоже есть на обзоре у меня. Ну, и пёселю привет гуляющему в дождь. Видите, здесь открываются, ну, истину красивое затопление перед барханами. Как в детстве, помню, здесь вдоль бархана всегда текли реки в сторону лимана. Сейчас все застроили, им течь некуда. Поэтому и потопы происходят. То, как выглядит эта стройка. Вот, смотрите, как тут котлован затопило. Напомню, его тут воду сливали. Помните, мы с вами как-то проезжали, я это показывал. И вот так вот здесь стоит вода. То есть, это уровень воды моря. И на этом строят такие здания. Как вам вид? В ФВ у нас здесь находится волейбольная площадка с песком. И не на море. Просто сделали песочницу большую, сделали площадку. Это к тому, что ее можно было так же реализовать. Не обязательно на пляже сносить для этого наши деревья. Земель в Анапе просто предостаточно. Подъезжаем к улице. Славное пересечение с улицы Скифской. Здесь очень много отелей, которые вы знаете. Анжелина, Золотой берег. Тут новая стройка вместо бассейна. Правильно, зачем бассейн? Когда можно что-то построить. Так, далее у нас Венера. И здесь у нас была остановка общественного транспорта. И сюда именно привозили всех людей со всего Витязева. Ну, они этому были, я думаю, даже очень-очень рады. Стройка была уже облицовка идет, окна вставляет. То есть в этом году, возможно, вот этот заработает. Ну, а люди были рады, потому что море здесь гораздо чище, чем ближе к центральному пляжу Витязева. А там люди были, бизнесмены не рады, потому что людей стало гораздо меньше. На проходе, собственно, и рентабельность упала. Ну, и вот так выглядит это место. Ух ты! Какое здесь нового объединя. Туда, кстати, на пляж Венера. А здесь закатывают все в асфальт. Интересно, будет что-то большая общая парковка или только отели, которые перед ними это делают для себя? Сделают. Пишите в комментариях. Ксения подсказывает, что, скорее всего, для себя. Кстати, обратите внимание на новую прическу у Ксении. Как тебе? Мне? Да. А тебе как? Слушай, вообще необычно. Я с тобой, как будто даже не знаком до этого был. Вообще другой человек. Пишите в комментариях, как вам причесонно. Она говорит, что это будет, скорее всего, парковка личная. Ну, будем поглядеть. Вообще территория, по идее, муниципальный должна быть. Вот еще один, так сказать, за деньги, да, за деньги. Покидаем парковочную зону и едем на параллель. Вот этот отель, который у меня до речи пропал уже. Посмотрите, там даже свет в окнах горит. То есть, ремонт идет бешеными темпами. Прям интересно, как он будет называться. Точно, вот база отдыха. Я и там назвал базу отдыха, поэтому даже не удивляет. Как вам база отдыха, который выглядит, как отель. Прикольно. Ну, в моем понимании, просто база отдыха была. Что-то другое, большое. Маленькие деревянные домики. И там здесь вот такие вот два отеля огромных. Вот так вот сейчас выглядит проход к морю через лог. Видите, здесь тоже много воды на самом проезде. Но здесь право тротуар, он выше. Так что все будет там сухо. Знойная в сторону параллель. По ней прокатимся. Здесь находится курортная деревня. С левой стороны Локвитис. И традиционно даже Газпром не может справиться с лужами. О чем говорить, ребята. Факт того, что и то, и то, по идее, Газпромовские. Смотрим на улицу Мира. Так сейчас она выглядит. Самый Парханов. С этой стороны машинки преодолевают лужу, которая образовалась на бывшем питочке, куда раньше приходили маршрутки. Сейчас, как я вам и сказал, они у нас в этом году ходили до улицы Славно-Искизской пересечения. И проворачиваем по знойной сторону параллели. И здесь, я смотрю, впереди идущая машинка потихонечку совершала заплыв. Ох, тут еще и ямы образовались. А ничего ж не видно, что тут такое. Ну и грязноватенько. Здесь картинки, кстати, у нас находятся. Помните, летом мы сюда приходили с трансляцией. С правой стороны санаторий Дюна. Ну а здесь слева у нас идет стройка. Говорят, что будет несколькоэтажное кафе. И здравствуй, параллель. Слушайте, сегодня прям огромнейший обзор. Получился, но параллели цветут еще розы. Пальмы, кстати, так не собираются воздарено. Это, я понимаю, никто укрывать. Потому что температура падает. Слушайте, прямо на глазах уже плюс 4. И в ту сторону у нас море на параллели. Людей нету. Эти пальмы, кстати, тоже у нас стоят. Пока домики вокруг них не соорудили. Красивая картинка. И к морю. Ну, в принципе, все сухо. Это большущий плюс. Кафе Рион передаем большой привет. Тем более, там работали в этом году наши. Друзья, на следующем году, если вдруг будут так же, мы обязательно придем. Впереди видим большущий отель Сопгрант. Здесь 4 звезды находятся. Ну, и другие отели. Коих здесь тоже немало. Здесь у нас по традиции тоже все затоплено. Поворот в сторону улицы Барханная. Сюда я, честно, не поеду. Потому что тут воды прям много постоянно стоит. Мы сейчас вернем направо. И поедем туда к улице Барханная. Ну, печально, да? Здесь у нас реконструкция. Кстати, идет гостевого дома. Тоже хорошо. Отель 4 звезды Сопгрант стоит возле собственной реки. Вы можете взять каноэ и отправиться в путешествие по венецианскому поселку. Видите зео. Впереди видите наш аквапарк. Ну, просто фантастика. Смотришь на эту картинку, думаешь, господи, как же так это все вообще получилось. Ну, вот так вот. Других у меня нету слов. Здесь у нас космос, гостевой дом. Впереди, кстати, вкусная копейня. Мы там ели и заплываем. Волну пустили в поселок. Видите зео, улица Барханная. Здравствуй. Что в ту сторону, что в ту сторону, что туда. Везде вода. А знаете, что радует? Всегда надо искать позитив. Позитив тут тоже есть. Это зеленые листики на деревьях. Красота. В общем, я хотел сэкономить, проплыть, кажется, меньшими потерями. Но у нас везде вода, поэтому не повезет. Билла Виктория с правой стороны. Загостевает дом. Рядышком тоже собственные реки. Можно сделать их углублениями. И пускай там постоянно будет вода. И возить людей на кону. Слушайте, ну такого только в Венеции. И в Витязево будет. Чего уж там мучиться. Выплываем на улицу светлую. Вот это жесть. Я даже, честно, не ожидал, что тут именно так все будет. Смотрите, при моем клиренсе передняя подвеска уходит под воду. Я знаю, что дальше не поеду. Хорошо, что остановился. Отлично, что мы прям не уплыли туда дальше. Здесь вот тоже глубины моих сапог, в большом сожалению, не хватит, чтобы фоксировать эту великолепную реку в поселке Витязево. Что с этим делать, я не знаю. Ну давайте хоть отсюда глянем на улицу светлую. Как она выглядит. Вау. Вообще просто все утонуло. Полностью. Ну тут видите, недалеко. Там дача уже сухо. Все-таки надо было оттуда. Заезжайте, дабы у нас получилось. Опять яма. Опять тут топит. Опять вода никуда не отходит. Единственная возможность отсюда воду уводить в ту сторону от водной канал. Но это надо строить ливневую систему, которую должны были строить перед тем, как строить другие стройки. Раньше делали так. Теперь, говорится, никто на коммуникации рассматриваться не хочет. Ну получаем то, что получаем полный звездец. Очень грустно, что я остаюсь в своем любимом поселке Витязево. Наблюдаю опять ту картину, которую, я думал, уже никогда не увижу. Видите, потопы случаются все более чаще. Потому что застройка все более тотальная. В воде все меньше есть куда уходить. Бетон не впитывает воду, как и все остальное. А земли у нас, к сожалению, все меньше, потому что она золотая. Везде асфальт, везде отсутствие ливневой системы. Вот такая вот печальная правда. 21 век, век технологии. Выплываем, потому что не можем проехать по улице в поселке Витязево. Жуть. Тротуары есть, все есть. Только ливневой системы нет. Глоб вообще хорошо. Качественный дом есть сон. Потому что подтопление. Здесь машина выплывает на нас. Так же задним ходом, как я сейчас там двигался. Народ уже паркуется в лужах, это нормально. Живем потихонечку. Улицы используются как сточные каналы такие. Ребята тут с водочкой, прям с чаечком. Красота. Согреться в такие моменты. Ну вот, используя напитки. Здесь же вроде бы более-менее все хорошо. Чуть-чуть вода на дороге присутствует, но ее немного. Здесь, я так понимаю, так же будет какое-то строительство. Тут построили большие корпуса. Уже запустили нижние этажи. Думаю, сколько заработают и верхние. База отдыха «Огонек». Наши кафе любимые, ребятки. Помните, его столовая, точнее, не работает. А вот она под на канал. Ждет воды, которая в него не поступает. Печально. Выезжаем на Южный проспект, на Кольцо. Город мира с правой стороны. Там у нас Санатолий Вита детский. Вот здесь Екатерина, гостевой дом. Дом ретро. Здесь у нас Кристина. И многими любимый, постоянно забываю их, называется. В общем, пишите сами. И магнит находится. Здесь, в принципе, все сухо. Смотрите, как в районе ЖК Кавказ снимают горы. И, кстати, тут сразу видно, сколько у нас песка было нанесено. Рекой Кубани, какие берега раньше были морские. Дюны были здесь когда-то. Вот как они превратились в места для застройки. И последующая. Жесть, это, смотрите, лидерами вообще размылает. И там дом сразу видел. Вот, чтобы валиться в дальнейшем. Печально. Это сам ЖК Кавказ. Всего, остановочка, кстати, появилась с этой стороны. А тут мы все думали, вдруг будет парковка. Нет. Начали строить домики. Я так понимаю, что под госсубсидию здесь подошла эта земля. Ну, ладно, там. Но с левой стороны у нас, помните, здесь был небольшой частный сектор. Я снимал один отель из них. А дальше у нас началась тотальная застройка. В ту сторону у нас строят вроде как отель. Ну, говорят, что будет отель. По факту будем, как говорится, посмотреть. Развитие строят. Вроде тоже как отель. Администрация их похвалила. По факту продают как апартаменты. То есть, ну, видите, краны стоят большущие. И в первую очередь уже через пару лет обещают, что сдадут 1200 номеров. Ребята, куда это все будет сливаться? Прям большущий вопрос. И какая территория, вот обратите внимание, будет застроена? Бедные пляжи Джимоте. Они уже вывезли из земли и идут выше. Строятся очень быстро. Ну, если у кого-то есть бабки, я бы даже инвестировал, наверное, сюда. Здесь уже, я так понимаю, офис продаж будет. Ну, а это наш аквапарк, так. Джимоте. Там еще 150 метров и море. Я говорю, как риэлтор. Надо идти продавать. Женщину забирает автобус. И мы обратно подплываем в город Анатол. Вообще, ну, просто, ну, как так? Ну, ничего не сделано. Получается, в те же самые места, где было все тонко, все так же и продолжает продолжаться топить и заливаться водой. Получается, надо просто, тут-то река рядом. А неужели отсюда нельзя сделать отток воды дождевой? Ну, что, я думаю, обстановочку вы увидели. Продолжается дождь. Дай бог, чтобы опять таких сильных лифтов не было. Потому что мелкие, в принципе, воспринимается нашим городом нормально. Но только залповый ливень. Так, я и говорил в начале видео, что за 4 часа выпала месячная норма осадков. С сильным прям громом. 5.20 это был такой прям канонада. И надеемся, что дальше будет погода улучшаться. Хотя пронос, на самом деле, очень плохой. Ну, как и все, ребятки. Улыбайтесь чаще, и пребудет с вами счастье. При этом из дождливой Анапы. Сейчас здесь плюс 5. Представляете, было плюс 12, 11. Потом до 4 упало. Сейчас плюс 5. Погода, конечно, нестабильная на побережье.